Когда ты ставишь себя, когда ты стоишь перед картиной, ты хочешь беседовать. Радиационная модернистская картина призывает к молчанию. Но дело в том, что молчать — это не быть человеком. Можно так сказать. Пока я человек, я должен говорить. Это, что делает нас человеческими. Дерево молчит, да. Но человек говорит о том, что мы думаем. Я не знаю, что это правда. Илья и я родились в одном доме, в одном семье, с родителями. Когда я становился 15-17, я посетил его студию. Я не понимал, что он делает. Но я был интересен. Когда я уехал в России, он был человек, который меня привезли к моему тренингу. Он был последний человек, который я видел, когда я уехал. Потом я как-то сделал мою жизнь в Востоке. Илья пришла в 1887, но он не эмигрировал. Он был первый артист, который был позволен за государство идти, без того, чтобы не было никого с ним, от КГБ или от государства. Так что мы встретились, и мы начали работать вместе, и мы начали путешествовать вместе. Практически почти 28 лет назад. Это как курица. Там она и с перьями, и с носом, и с глазами. Все должно появиться сразу. Поэтому никогда я не делаю никаких не эскизов, не исправления особенно. Это только репродукция того, что пришло в воображение. Но воображение пришло абсолютно ярко. У нас уже был в студии. Это основная студия. Это где Илья работает. Это здание. Здесь работа, где наш асистент stretch конвасов для пакетинга. И на втором этапе, это как изображение. Это просто модели. И некоторые из них реализованы в разных местах, и некоторые из них не реализованы, просто проекты. И последнее здание мы построили для пакетинга, где после Илья закончилась пакетинга, мы поставили пакетинга на пакетинга. И когда он приходит, мы смотрим, и решим, что нужно было изменять, и он изменился. Как вы любите жить здесь? Я не знаю, я мобилен. Люди приходят и говорят, что это парадайзе. Но мы действительно хотим жить в парадайзе? Это заболевание. Парадайзе это парадайзе. Это как утопия. Это должно быть мечта, фантазия. И когда мы реализуем утопию, то это произошло и превратилось в храм. Работа, потому что жизнь и лабиринт — это известная метафора. Значит, это речь идет... Так как речь идет о жизни матери, то это ее жизнь — это, как и каждого из нас, это лабиринт. Так вторая метафора, значит, сколько ни иди по этому лабиринту, ты никогда его до конца не прочтешь. Это один из случаев, который имитает жизнь. Это так сложный. Есть так много части, так много деталей. Парадайзе не может понимать и понимать все. Это как раз тот случай, когда обычно мы делаем так называемые избыточные инсталляции. То есть зритель при всем своем желании не может увидеть полностью весь комплекс, все детали этого. Это задумано так, чтобы он не смог увидеть все, что там существует. Очень многие художники, и я тоже к этому числу принадлежу, имеют вот этот страшный вопрос, что случится тогда, когда работа уйдет в будущее. И особенно страшно, что случится, когда она уйдет в совсем далекое время, в будущее. Поэтому смысл этой инсталляции – это вот этот страшный комплекс художника. Выбросить, так сказать, это метафора, конечно, как все работы, которые мы делаем, это метафора. Это поезд, который ушел, так сказать, уходит вперед, уходит от платформы в будущее, естественно. А художник со своими картинами, со своими бумагами, рисунками так и остался брошенный на платформе, которая никому не нужна. Он задумывается вопросом, кто будет принимать в будущее, но не только это. Кто это человек, кто это авторитет, который решает, кто будет принимать в будущее. Это русский павильон, когда в 1993 году мы были приглашены в Руссии. Мы были приглашены в Руссии в Руссии в Руссии в Руссии, потому что мы победили. И когда вы победили, то президент из Италии должен приехать в этот павильон, который победил. Павильон, по-другому, и все равно не было. Они неизвестны, но и не безопасно. Ах, и он был ждем, носит снег. И он сказал, что это жидко, кто хочет смотреть это жидко? Это всегда что ты делаешь! И он left. И все говорили, почему ты делаешь это? Потому что, знаете, Россия у меня была в нем. Это все хорошо, теперь это в свободе. И мы говорили, что нужно быть осторожным, что все не могут повторить себя. Ред Павильон — это вспоминание о том, что может случиться снова. Поэтому просто быть осторожным. Важнейший принцип у нас работы — чтобы зритель не думал, что хотел сказать художник, а почувствовал сам, что эту метафору касается его самого. Вот в чем фокус наш, так сказать, принцип работы со зрителем — чтобы не было зрителя и художника, а чтобы зритель был точно такой же, как и художник. Чтобы художник смогу разбудить в самом зрителе те самые переживания, которые у него самого есть. Не у художника, а у самого зрителя внутри. Метафора эскапизма, страха, лета — это универсальная. Это характеристика для всех. Субтитры создавал DimaTorzok Это была передача по заявкам радио-исследователям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok